ВИЧ-инфекция – проблема мирового масштаба. Вирус ослабляет иммунную систему человека, делая организм уязвимым. Он сохраняется в течение всей жизни. В Старомосколе, к примеру, первые случаи официально зафиксировали в 98-м. ВИЧ зачастую распространяется среди наркозависимых и людей, поддерживающих беспорядочные незащищённые половые связи. В последнюю день зарегистрировано 753 случая. В этом году было выявлено 40 случаев ВИЧ-инфицированных. Наибольшее число выявленных было в 2016 году 103 случая. Это среди только жителей Старомоскола. Сегодня, как и 20 лет назад, наиболее частый случай заражения – свободная любовь и отказ от контрацептивов. На втором месте – парентеральный, связанный с употреблением наркотиков. В 65% случаев вирус подхватывают мужчины, а в остальных – женщины. Возраст особого риска – от 30 лет. Статистика говорит о том, что от 16 до 20 лет у нас практически нету больных. А с 20 до 29 лет в этом году у нас только три случая. А с 30 и старше 90% ВИЧ-инфицированных. Многие пациенты говорят, что я себя прекрасно чувствую, но я не верю. А лабораторные анализы показывают, что у него есть данные заплевания. На первых порах заболевание протекает бессимптомно, поэтому врачи рекомендуют ежегодное обследование. Необходимо учитывать так называемый период окна – от двух недель до трех месяцев с момента попадания ВИЧ-инфекции в организм. В это время тест будет отрицательным. Сделать повторный анализ необходимо несколько раз – через 3, 6, 12 месяцев. Я бы, конечно, рекомендовала обследоваться, когда люди перед вступлением в брак, перед рождением ребенка. Причем обследоваться двум в паре. Не одному человеку, там, мужчине или женщине, а именно вдвоем. Сейчас в Старом Асколе на учете с ВИЧ-инфекцией 509 человек. У 17 из них глубокая стадия заболевания – СПИД. Но такие пациенты могут прожить не один десяток лет. Все зависит от образа жизни, приема препаратов и особенностей иммунитета. Примеров достаточно. Самый длительный курс лечения в муниципалитете – 23 года. И главное – человек жив. Кстати, самому возрастному староскольцу с ранее выявленной ВИЧ-инфекцией – 78 лет. Это как социальное заболевание. А все социальные заболевания, они связаны с тем, чтобы благополучно все протекало, нужно менять образ жизни. А это самое тяжелое. Понимаете, самое тяжелое. Нужно поменяться зачастую, нужно поменяться просто кардинально. Здравствуйте, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. И вот вам буклетик. Всемирный день борьбы со СПИДом – это дополнительный повод рассказать о заболевании, напомнить простые правила. О важности контрацептивов, стерильности медицинских и косметических услуг. Что такое лечения, как вы знаете? С 21 ноября в нашем регионе проводят месячник «СПИД. Трагедия человечества». Специалисты Белгородского центра борьбы с этим заболеванием, а также врачи-эпидемиологи разных муниципалитетов приходят с лекциями в учебные заведения, социальные учреждения, на предприятия. И подобные разговоры уже не вызывают стыдливых усмешек. Я считаю, что и важно общаться на эти темы открыто. То есть не пытаться что-то скрыть, а действительно открыто пообщаться с другим партнёром. Актуальной, я считаю, является информация о пути передачи ВИЧ-инфекции, особенно для молодого поколения. Конечно же, важно не впадать в крайности. ВИЧ-инфекция не передаётся по воздуху, через воду, пищу, слюну или, к примеру, укусы насекомых. Вирус не живёт в постельном белье, посуде, сантехнике. И главное, с ним можно успешно бороться. Можно жить. Оксана Черных, Дмитрий Жиляков, Сергей Лихвер. Такой день на мире Белогорья.